Школьник-сын к отцу пришел и стоит угрюмый. Нынче в школе снова нас задолбали синусы. У меня секретов нет. Слушайте, детишки, папы этого ответ не найдете в книжке. Пусть простит нам Владимир Маяковский вольное перефразирование его знаменитого стихотворения что такое хорошо, а что такое плохо. А мы тем временем послушаем, как этот папа объясняет сыну житейским языком, что же это такое косинусы и синусы, и для чего они нужны. А, косинусы, синусы, так это проще парень на репы, сынок. Да, папа, для тебя и может быть, а как нам объясняют в школе, ничего не понятно. Хорошо, Костя, объясню по-другому. Вот смотри, как ты относишься к маме, это будет косинус, а как брат Сеня, это уже будет синус. Просто ведь? Папа, что за ерунду ты несешь? При чем тут я, мама и Сеня? А вот при чем? Начертим любой отрезок и представим, что это ты, Костя. А этот отрезок будет твой старший брат Сеня. Теперь вы взялись за руки. Видишь, получился угол. У тебя с братом хорошие прямые отношения. Поэтому и угол между вашими отрезками будет постоянный, прямой, то есть 90 градусов. Теперь соединим свободные концы угла другим отрезком. Что получилось? Правильно, прямоугольный треугольник. Вот эта соединяющая сторона будет наша мама. В этом прямоугольном треугольнике ты и Сеня будете называться катетами. Но вы же братья, и поэтому называйтесь одинаково. А мама будет зваться гепатенузой. Интересно, что она скажет, когда узнает, как мы ее назвали? Итак, наш семейный треугольник выглядит следующим образом. У основания находится мама, гепатенуза. И по праву, тоже у нас главный и делает всю погоду в доме. По бокам у нее два сына, два катета. А папа-то ваш где? Ему что, места не нашлось? Нашлось. Вот в этом углу, который называется Альфом. Фу ты чёрт. Тоже какое-то сомнительное название мне досталось. Ладно. Наука иногда требует жертв. Теперь смотри, Костя. Раз ты примыкаешь к углу, в который меня поместили, значит твой катет называется прилежащий. И твое отношение к маме является косинусом угла твоего отца. Вот как это отношение запишем. А твой брат Сеня находится напротив моего угла. И поэтому его катет называется противодержащий. И его отношение к маме является синусом моего угла. Это выглядит так. Папа, но почему, если мы братья, наши отношения к маме разные? Тут что-то не так в этом треугольнике. Нет, сынок. На самом деле вы разные. Один из вас помогает маме с уборкой в доме и мытьём посуды. А другой поумнее. Лучше сходит в магазин за хлебом или выгуляет нашего шарика. Кстати, его бы тоже неплохо было наш треугольник сунуть. Надо подумать как. В общем, подведу важную черту. Ваше отношение к маме напрямую касается вашего отца. Хорошо, учитесь, помогаете по дому. И он в покое оставлен в своем углу на диване. И ещё ему вечером будет вкусный борщ на столе. Да и много ещё чего. Но это уже к делу не относится. В общем, сынок, надеюсь, ты всё понял. Папа, я всё понял. Не дурак же. Но как же я у доски буду объяснять учителю, что косинус твоего уютного угла напрямую зависит, выгуливал ли я сегодня шарика. Бред какой-то. Меня же в классе все засмеют. Да ещё кол получу. А тебя в школу вызовут. Будет тебе от мамы потом борщ и такая добавка. Нет, сынок. Про семью не надо рассказывать. Надо просто наши имена заменить буквами. Смотри, как теперь выглядит традиционный прямоугольный треугольник. Сеня стал стороной А, ты стороной Б, мама стороной С. Ну и моя альфа в углу. И наши отношения запишутся по-новому вот так. Ловко, не правда ли? Папа, гениально. Это вам в школе так преподавали? Какое там, сынок. Тоже, как и ты, мучился. Это я много позже прочитал. Я считал, что ещё в Древнем Египте при строительстве первых пирамид архитекторы столкнулись с проблемой, как удерживать угол наклона сторон пирамиды. И тогда они заметили, что есть зависимость между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Как они назвали при расчётах стороны и углы пирамиды, до наших времён не дошло. Но пирамиды эти стоят до сих пор. Это уже потом другой греческий учёный заметил, что зависимость сторон и углов в прямоугольном треугольнике напоминает ему его семью. Видно, ещё та гармония была у них. Поломал он изрядно голову и в конечном итоге записал эти формулы в современном виде. С названиями сторон в прямоугольном треугольнике он мудрить не стал, так как у него было два сына – синус и косинус, и мать их гипотенуза. Остальное тебе, Косте, уже известно. Ну хватит истории, посмотрим теперь, как практически можно использовать эти формулы. Представь, мы находимся на месте тех же архитекторов, которым фараон повелел построить громадную пирамиду, у которой все стороны одинаковы по размерам. Такую пирамиду называют правильной, и у неё, соответственно, все стороны наклонены под одинаковым углом. Если будет такая ошибка в расчётах, то её уже не исправить при завершении строительства. Ведь стороны пирамиды тогда не сойдутся вверху в правильную, значит, трёхугольную вершину. Разговор в те романтические времена был короткий, а архитектор мог остаться без головы. Вот почему наука тогда так медленно развивалась. За любую маломальскую ошибку учёные платили жизнью. Да что там за ошибку? Много позже Галилея в 1663 году, лишь только за одно предположение, что земля вертится вокруг солнца, чуть на костёр инквизиция не отправила. Хорошо, что он сообразил вовремя покаяться в своих заблуждениях. Папа, а если бы к самим фараонам и другим правителям такие же меры наказания за их ошибки применялись? Что бы было? Ах, ихние должности бы сразу исчезли, сынок, и в мире навсегда воцарило бы вечное спокойствие. Правда и пирамид никто бы не построил. Вот, кстати, возьмём для наших расчётов знаменитую пирамиду Хеопса, длина основания которой составляет 230 метров, а высота примерно 146 метров. Укажем эти размеры пирамиды поперечной проекции. Теперь рассмотрим получившийся прямоугольный треугольник, в котором нам известны два катета, но неизвестна гипотенуза. Но мы знаем из теоремы Пифагора, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов её катетов. Подставляем известные значения катетов в эту формулу. И в итоге получаем длину гипотенузы. Она равна 186 метров. Ну а теперь, наконец, можно использовать наши синусы и косинусы. Итак, синус искомого угла будет отношением противолежащего катета к гипотенузе. Подставляем известные нам значения и получаем следующий результат. Синус угла альфа равен 0,78 радиан. Теперь нам понадобится сборник таблиц Брадиса, для того, чтобы перевести полученное значение из радиан в градусы. Кстати, этот сборник можно брать с собой на экзамены. Открываем таблицу синуса и находим, что искомый угол альфа равен 52 градуса. Делаем то же самое с прилежащим катетом. Получили косинус угла альфа равен 0,61 радиан. В таблице косинусов определяем, что этот угол тоже равен 52 градуса. Оба результата одинаковы. Значит, и наше решение сделано правильно. Можно было бы на сегодня и закончить. Но оказывается, Костя, что ваше отношение с братом Сеней и без мамы напрямую касается меня. Как это, пап? Без мамы? Без нее разве что-либо возможно? Возможно, сынок. Если противолежащий катет, то есть Сеня, относится к тебе со всей братской любовью, то у меня появится замечательный тангенс в моем углу альфа. Или по-научному запишется так. А если, наоборот, ты будешь всю жизнь ладить с братом, то у меня будет вот такой вечный катангенс. По-научному это выглядит так. Здорово, папа, что ты имеешь от нас такие замечательные формулы. А толку от них какой? Ведь угол альфа мы уже вычислили. И даже двумя способами. А топ тот, Костя, что нам теперь не надо вычислять гипотенузу, чтобы определить наш угол в пирамиде Хеопса. Смотри. Смотрим таблицу тангенсов те же 52 градуса. Используем катангенс. Снова смотрим таблицу, но теперь уже катангенсов. И тоже 52 градуса. Вот мы и разделались с этими синусами и косинусами. Не такие уж они страшные. Есть еще вопросы, Костя? Есть, папа? По физике. Но не сегодня. Ну а нам остается закончить наш рассказ опять же строчками Маяковского. Мальчик радостный пошел, не боясь уроков. Будет в школе хорошо, а не будет плохо. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что это видео было кому-то полезно и немного вас развлекло. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.